Шоу-бизнес, как известно, непостоянен. Некоторым актёрам повезло сколотить карьеру на долгие десятилетия, в то время как другие до сих пор пытаются извлечь выгоду из раннего успеха. Если вам интересно, что случилось с теми, кто входит в последнюю группу, то это видео для вас! Роберт Данкан МакНилл многим обязан Стартреку. Одной из его самых первых заметных работ была роль кадета Звездного флота Николаса Лакарно в эпизоде следующего поколения «Первостепенный долг». Затем он стал дерзким рулевым Томом Пэррисом в «Вояджере», который стал его определяющей ролью. В конечном итоге он постепенно убрал актёрскую игру из своей жизни и заменил её режиссурой, навыки которую он получил на нескольких сериалах Стартрек. В первый день съемок пилота «Вояджера» МакНилл обратился к продюсеру Рику Берману и выразил заинтересованность в том, чтобы как можно скорее снять эпизод. Он давно хотел режиссировать, но сериалы, в которых он участвовал, постоянно отменялись. Поэтому вместо того, чтобы ждать лишнее время, он хотел получить шанс режиссировать во время первого сезона «Вояджера». В конечном итоге он получил свой шанс в эпизоде третьего сезона «Священная земля» и продолжил режиссировать, сняв ещё три эпизода «Вояджера». Когда сериал закончился, он взял несколько небольших актёрских ролей, а затем перешел к режиссюре и продюсерству на постоянной основе. И за его плечами теперь такие сериалы, как «Одинокие сердца», «Чак» и «Голубая кровь». Версия Ромео и Джульетты Франко Цефирелли 1968 года была огромным хитом в то время и остается одной из лучших адаптаций Шекспира за всю историю кино по сей день. Она особенно примечательна тем, что роли главных героев исполняли настоящие подростки – Оливия Хасси сыграла Джульетту, а Леонард Уайтинг – Ромео. Оба заслужили похвалу за свои выступления, и их называли восходящими звездами. Хасси и правда впереди ждала достойная карьера, но Уайтинг почти пропал с радаров. Актёр стал жертвой типовых ролей, поскольку он сыграл нескольких романтических персонажей в небольших фильмах, но после он устал от этого. Он взял перерыв в актёрском мастерстве и попробовал свои силы в рукописи, сочиняя серию книг и пьес, которые так и не были опубликованы. Он жил за счет остатков фильмов и странной озвучки или художества. Интересно, что в 2015 году Уайтинг и Хасси снова встретились на экране в фильме Социальное самоубийство, который был чем-то вроде пересказа эпохи социальных медиа Ромео и Джульетты. Несмотря на опасения по поводу типовых ролей, почти у каждого актёра, сыгравшего Джеймса Бонда, была отличная карьера после этих фильмов. Джордж Леземби, однако, является исключением. Австралийский актёр сыграл Бонда в фильме На секретной службе Её Величества в 1969 году, но сразу же исчез из Голливуда после премьеры фильма в кинотеатрах. Однако он ни о чём не сожалеет. Леземби по профессии был моделью и не имел актёрского опыта. Он блефовал на прослушивании, чтобы получить роль. К сожалению, во время производства он провел большую часть своего времени в ссорах с продюсером Бонда Каби Брокколи, который испортил его опыт. Тем не менее, Леземби предложили контракт на миллион долларов ещё на шесть фильмов, но его агент убедил его не принимать его по двум причинам. Во-первых, он полагал, что шпионские персонажи, такие как Бонд, уже выходят из моды. А во-вторых, он полагал, что его клиенту не составит труда найти больше ролей на миллион долларов. – И тогда мой менеджер сказал мне, что Джейнгс Вон закончился. Что, ты понимаешь, это было бы, чтобы сделать мир, а не любовь. Леземби объявил, что уходит в отставку ещё до премьеры фильма на секретной службе Её Величества. Он продолжал играть второстепенные роли, но никогда больше не получал тех крупных ролей, которые прогнозировал его агент. В 2017 году он сказал USA Today, «Я рад, что я не подписался на ещё один проект, потому что я бы полностью попал в ловушку киноиндустрии, и у меня не было бы той жизни, которая у меня есть. У меня не было бы детей, которые сейчас у меня есть. Я вполне доволен тем, как сложилась моя жизнь» И пускай вы вряд ли знаете имя Питера Острума, вы почти наверняка узнаете его лицо. Будучи подростком, он сыграл Чарли Бакета – главного детского героя фильма Вилли Вонг и Шоколадная фабрика 1971 года. – Я думаю, что я куплю только один. Для моего деда Джо. Он исполнил роль с таким любопытством и радостью, что про неё говорят и по сей день. Увы, однако, он так и не обменял этот золотой билет на продолжительную славу. Вместо этого он исчез на некоторое время, но именно этого он и хотел. После Вилли Вонг и Оструму была предложена сделка на три кинокартины, но он отказался от неё и в конечном итоге оставил актерскую игру позади. Вдохновленный ветеринаром, который заботился о лошади его семьи, он сам решил стать ветеринаром. Он получил степень в Корнельском университете и до сих пор работает ветеринаром крупных животных в северной части штата Нью-Йорк. – Ты знаменитый? В моих глазах абсолютно нет. И я сомневаюсь, что все здесь, чтобы поговорить со мной. И удивлялся. Острум неохотно говорил об игре Чарли в течение многих лет. Он даже не сказал своей будущей жене, что он был в фильме, пока они не запланировали знакомство с его родителями. Но примерно в 1990 году он начал ходить в местную школу один раз в год, чтобы отвечать на вопросы детей. Он также был открыт для публики в 2005 году, когда вышел фильм Тима Бертона, Чарли и шоколадная фабрика. И с тех пор он принимал участие в некоторых промо-акциях Вилли Вонкер. Дженнифер Грей сыграла небольшую, но запоминающуюся роль сестры главного героя в фильме Феррис Бьюлер берет выходной в 1986 году, а в следующем году в грязных танцах она оживила Фрэнсис-малышку Хаусман. И эта роль принесла ей известность, признание и номинацию на Золотой глобус. Но невозможно говорить о восхождении Грей, не упоминая также о её последующем падении. В то время как звездная слава её коллеги по фильму Патрика Суэйзи только росла, Грей врезалась в стену. В 1990 году она сделала операцию на носу, чтобы убрать заметный горбик, но это сильно изменило её внешность, и без этой отличительной черты её роли иссякли. Она назвала это дьявольской операцией на носу, и однажды сказала, «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла анонимом» Грей получила немало работы в последующие годы, в том числе и повторяющуюся роль в комедии 90-х, ну ты же знаешь, но другой крупной роли она не получила. Она по-прежнему благодарна за участие в грязных танцах и за ту радость, что фильм до сих пор приносит людям, но это не значит, что её узнают так же, как прежде. На юбилейном мероприятии фильма она пошутила, «Я бы хотела, чтобы каждый раз, когда я заходила в хороший ресторан и просила столик, мне бы отвечали, думаю, вы не захотите тот, что в углу» – Никто не ставит ребенка в комнату. Эйвири Брукс играл Бенджамина Сиско во всех семи сезонах Стартрека Глубокий космос 9, и он продвигался от командира захолустного поста до человека, который стоял наравне с любым адмиралом Звездного флота. Несмотря на то, что рейтинг сериала Глубокий космос 9 никогда не был таким высоким, как у следующего поколения или Вояджера, сейчас он считается одним из лучших сериалов Стартрек. Сиско был уникальным среди лидеров Звездного пути. Помимо того, что он был первым чернокожим персонажем, он был более эмоциональным и более отшельническим, чем обычный офицер Звездного флота. Брукс резко контрастирует на фоне своих коллег-капитанов и командиров Стартрека. И пускай большинство из них до сих пор активно участвуют в шоу-бизнесе, он вышел из центра внимания, поскольку ему понадобилось некоторое время, чтобы воспитать своих дочерей и стать профессором в Университете Раткерса. Он снялся в небольших ролях в кино, но в основном выступает в театре. Он никогда не получал крупной роли на большом экране, но он, судя по всему, её и не хочет. Он не даёт сейчас много интервью и доволен тем, как сложилась его жизнь. Персонаж сериала Прослушка, Пропозишн Джо, был сыгран Робертом Ф. Чу, и он резко контрастировал с другими наркобаронами сериала. Он был гораздо более расслабленным, многословным и манипулятивным. Он также был одним из наиболее отзывчивых персонажей сериала, несмотря на то, что якобы был одним из плохих парней. Он – один из немногих уличных персонажей, которые появлялись во всех пяти сезонах. Но после того, как Прослушка закончилась, Чу получил только две второстепенные роли в фильмах и исчез с публичных радаров по личному выбору. Он прожил всю свою жизнь в Балтиморе, где и снималась Прослушка. Он родился там, он учился в колледже там и умер там же. Он был привержен театральной сцене местного Чарм-Сити в течение нескольких десятилетий, но также нашел время и для некоторых телевизионных работ, включая небольшие роли в предыдущих сериалах Дэвида Саймона, Убойный отдел и Науглу. Во время работы в Прослушке он преподавал актёрское мастерство в молодежном центре Arena Players. Более того, 22 его ученика получили роли в сериалах, и он тренировал многих новеньких и неопытных актёров. После завершения сериала Чу мог бы переехать в Нью-Йорк или Лос-Анджелес и добиться ещё большего успеха в Голливуде, но вместо этого он остался в Балтиморе и продолжил преподавать актёрское мастерство. Город был чрезвычайно важен для него, и он оставался в нём и помогал людям оттачивать своё ремесло до самой смерти в январе 2013 года. В начале 90-х годов Эрик Дарре сыграл Лео Джонсона, первого настоящего злодея Твин Пикс. Будучи оскорбительным мужем и самым очевидным подозреваемым в смерти Лоры Палмер, Лео напугал весь город и заставил каждого зрителя ждать возмездия. – Я не знаю, он очевидный. Дарре мог иметь долгую карьеру в шоу-бизнесе после Твин Пикс, но вместо этого он пропал с радаров, и не совсем понятно почему. Он родился в семье, которой был знаком шоу-бизнес. Его отец, Альдо Рей, десятилетиями был актёром крутых парней, а его мать, Джоанна Рей, была режиссёром кастинга, которая много работала с Дэвидом Линчем, создателем Твин Пикс. После того, как сериал был отменён, Дарре провёл годы, играя меньшие роли в неясных фильмах, прежде чем полностью исчез из Голливуда в 2002 году. С тех пор он не снимался в кино и редко появлялся на публике. Тем не менее, в 2012 году он ненадолго всплыл на поверхность, когда его ошибочно заподозрили в пожарах в Лос-Анджелесе. Зак Геллиган появился в центре внимания в 1984 году в роли Билли Пельцера в популярном фильме Гремлины. Его выступление доказало его ценность как молодого актёра с большим потенциалом, но, несмотря на этот огромный ранний успех, с тех пор он мало где снимался. Геллиган изначально знал, что участие исполнительного продюсера Стивена Спилберга означало, что фильм станет хитом, и это предположение оказалось верным. В течение трех недель после премьеры его стал узнавать весь мир – от местных ресторанов до Южной Африки. После Гремлинов Геллиган поступил в колледж при Колумбийском университете, а после учебы вернулся в Лос-Анджелес в надежде возобновить свою актерскую карьеру, но эти четыре года очень сильно ослабили его импульс. Он не прошел кастинг в такие фильмы, как Огни Святого Эльма, Ракетчик и Взвод, но зато смог вернуться к своей роли в Гремлинах 2, новенькая партия 1990 года, который провалился на первоначальном прокате, но с тех пор стал культовой классикой. С тех пор актер проводил время за мелкой игрой, а также писал и учил актерскому мастерству. Он так и не нашел своей следующей крупной роли, но, учитывая как сложилась его жизнь, он думает, что на самом деле это и к лучшему. Дэн Ллойд незабываемо сыграл маленького Дэнни Торренса в фильме ужасов 1980 года Сияния, хотя сам он никогда не считал эту роль столь пугающей. Аудитория очень боялась за Дэнни, который катался на своем велосипеде и натыкался на жутких близнецов, однако за кадром он играл с девочками в игры между дублями. – Давай играй с нами, Дэнни. Даже когда спустя годы Ллойд посмотрел фильм, он не испугался. Вместо этого он вспомнил обо всем том веселье, которое он получил на съемочной площадке. Это была его одна крупная роль, но он тут же исчез из шоу-бизнеса. Однако не волнуйтесь, у него все хорошо. Ллойд попробовал еще несколько ролей после Сияния, но он их так и не получил, так что он просто ушел из шоу-бизнеса. Сейчас он преподает биологию в местном колледже в Кентукки, где он на горьком опыте научился не рассказывать своим ученикам о своем прошлом, чтобы они не срывали урок фразами Red Room. Он не дает интервью о своих актерских днях, однако сообщил, что ему это нравилось, но сейчас он счастлив жить своей жизнью. А в 2019 году он появился в виде камео в сиквеле Сияния Доктор Сон. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!